Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Мы продолжаем и уже завершаем 69-й Псалом. Он небольшой, но разноплановый в определенных моментах. То есть, если до этого говорит Давид о помощи, просит о помощи, а потом вдруг выскакивает пятый стих, что «Да вас хвалят, да восторжествуют все ищущие тебя» и так далее. То, что мы читали в прошлый раз и с вами рассматривали, что «Велик Бог» будут говорить. То вдруг последний стих, он совсем опять другого колорита. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне, Ты, помощь моя, Избавитель мой, Господи, не замедли!» Начинает он «Поспеши на помощь» и заканчивает «Поспеши на помощь». С другой стороны, он видит разных людей. Кто-то может славить Бога при любых обстоятельствах, но Давид понимает, а у меня это не получается, я беден и нищий. Вот я осознаю, что у меня в данный момент не получается. У него когда-то получалось. И он эту закономерность хорошо прослеживает. Как важно, друзья, оставаться быть честными тогда, когда ты в данный момент находишься в каких-то ситуациях, обстоятельствах. Если ты говоришь, а вот сейчас мне не хватает ни ресурса, ни силы, помоги, Господь. Помоги, потому что я беден и нищий. Вот как он признал свое состояние как банкротство. Что у меня нет сейчас ресурса тебя славить. Хотя я знаю, что ты избавишь. И они будут торжествовать в тебе те, которые тебя могут славить и благодарить. И вот это та возможность сегодня нам с вами, стоя пред любыми ситуациями, пред любыми обстоятельствами, понимать, что мы доходим всегда пред Богом. Чувствуем мы его или нет. Зовем мы его сейчас или нет. А мы всегда Господни. А мы всегда под его фокусом. А уж особенно, если мы когда-то уже заключили с ним завет. И когда этот завет произошел, то Бог всегда верен заветам. Люди, которые думают, что я не всегда была верен, наверное, и у Бога что-нибудь похожее бывает. Но где-то он про меня забыл, где-то он меня из фокуса своего выпустил. Нет, с ним так не бывает. Он всеведущий, всезнающий, всемогущий. И это не просто все, да, приставочка всемогущий, всемогущий. То есть это тот Бог, который абсолют во всем. И поэтому, когда он начинает с нами вести такие диалоги, когда он проводит нас через различные ситуации и обстоятельства, тем самым говорит, а я с тобой, я тебя слышу, я тебя вижу, я тебя чувствую. Я знаю, что ты чувствуешь, я знаю, что ты переживаешь. И я тебя не покинул, я тебя не оставил. И так важно для себя эти слова напоминать, потому что Бог-то уже сказал однажды. Почему в словах и у псалмофевса Давида это бывает, и у Офта говорят, однажды сказал Бог, и дважды слышал я. То есть как можно дважды услышать? Устами других людей, да или самому себе напоминать. А Бог же об этом уже сказал, а Господь же это мне уже когда-то показывал. Друзья, если он сказал, не бойся, то не бойся. Не смущайся, ибо я Бог твой. Значит, не смущайся. Сказав однажды, он не отменил это слово. И от того, что ты или я оказались в какой-то зоне серых теней, это не значит, что Бог сказал, а теперь ты можешь побояться немножко ситуации. Нет. Он говорит, вот тут-то я тем более тебя проведу. И через огонь, и через воду. Потому что там, где нужда есть в чудесах, они там и проявляются. Не там, где есть просто любопытство чудес. А вот там, друзья, они не всегда приходят. Скорее, нет, чем да. А вот тогда, когда есть ожидание скорой помощи от Бога, вот тогда они и приходят. Тогда они и начинают проявляться в том масштабе, в тех гранях, которые есть у Бога для нас. Поэтому я сегодня вижу, что общество, люди, которые оказались с последствиями трудностей и последствия, может быть, даже не своего выбора, а кто-то за тебя сделал его в силу разных ситуаций. А может быть, где-то и свой сделал необдуманно. Но в любом случае, Господь тебя и меня не потерял из вида, а сказал, что я наблюдаю за тобой в любое время дня и ночи. И поэтому то, что Давид мог сказать, а я беден и нищ, а ты поспеши меня избавить. Небесный Отец, ты видишь, где, кто, что чувствует сейчас в своем сердце, поспеши же навстречу и выйди навстречу каждому человеку, кто осознает банкротство себя, сил, эмоций, знаний, чего бы это ни было. Если пришло осознание банкротства, то значит, потребность тебе выросла. И помоги нам, Боже, эту потребность не просто иметь, а в исполнении принять от тебя. Благодарю тебя, что ты знаешь, как ты это сделаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.